доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника снова на рынках на площадках и продолжаем следить за фундаментом являющимся топливом для движения финансовых инструментов сегодня у нас день ввп потому что сразу будем анализировать данные по темпам экономического роста еврозоны и по канаде торгуем обоими инструментами евро и канадцам ожидания думаю что если вы были свидетелями прошлых брифингов ясны и понятны но для тех кто все-таки только сейчас к нам присоединился и в принципе не знает какой лично я позиции придерживаясь по евро и канадцу хочу сказать что я эти инструменты активно продаю и каждый раз когда на повестке экономического календаря значится реально классный крутой релиз я с абсолютной уверенностью утверждают что по зоне этот релиз эта статистика сейчас будет выступать еще одним не скажем и не будем говорить что недостающим каким-то фрагментом пазла картина уже очень ясно просто еще одним серьезным аргументом который многим уже и совершенно не нужен того что еврозона переживает очень смутные времена и статистика в принципе экономическая конъюнтура явно этому доказательство но если не статистику разбирать и если не по ней судить о том как обстоят дела в экономике то тогда на основании чего друзья если статистика для вас пустой звук то тогда наверное вы работаете с позиции регулятора и должны знать то что европейский центральный банк это тот самый центральный банк который сейчас является приверженцем мягкой экономической политики роскою вам небольшой секрет что мягкая экономическая политика никогда не проводится в условиях крепнувшего экономического роста и здоровых в целом экономики вот вам пожалуйста ответ также на вопрос стоит ли можно ли по вектору монетарного режима сделать блиц анализ того что происходит в стране конечно же можно друзья еще раз напомню что сегодня мы работаем с темпом экономического роста я настраиваюсь на нормальный не скажу что супер крутые движения но нормальный даже вот по канадцу скорее всего у нас динамика будет более выражены потому что по канадцу на основании последнего на заседание которое прошло на прошлой неделе канадского регулятора мы очень много уже получили сигнал того что канадцы будет слабеть и сейчас каждый отчет особенно такой важный как темп экономического роста будут лишь оправдывать решение канадского регулятора и нам усиливать наверное собственную уверенность подкреплять ее в том что канадца можно смело продавать дальше а через некоторое время после этого друзья в 15-30 выйдут данные по экономическому росту канады в 18.00 нас ждет выступление а стивена полоза и каролины вилкинс это элита канадского регулятора я считаю что в этот раз можно с большим интересом послушать комментарии на полоса потому что позиция каролины вилкинс лично мне уже есть надо и честно говоря между ними нет таких серьезных и уж с контрастных различий целом делается упор на мягкие экономические режимы и сегодня дополнительные комментарии могут стать еще одним катализатором для роста волатильности канадцы в конце концов поспособствует тому чтобы мы их снова улетели выше отметки 1.35 вернемся еще канадцы друзья давайте теперь поговорим как конкретнее по основным инструментом нефтьянка 71 28 мы вчера делали акцент на то что пятичная торговая сессия для рынка черного золота бернулся распродажами минус там три процента уже стали поговаривать о том что приближается снова поддержка а 70 долларов за баррель не хватило потенциала участникам рынка отработать события связанные с решением белого дома не предоставлять отсрочки от санкций странам которые продолжатся второго мая после второго мая покупать 7 углеводороды у тегерана но стоит отметить что краткосрочная позиция друзья в расчете на то что бренды берется до 75 она до сих пор актуальна потому что мы не ушли ниже 70 я не буду отказываться от своих слов тема очень интересная и я думаю что если немного в ней повариться можно сказать что есть еще там немного пороха чтобы случае его запала мы смогли добраться до планки в 75 поэтому даже с учетом того что сейчас котировки находятся ниже локального максимума прошлой недели а он был на отметке 74 по моему 7 74 ну фактически мы уперли 75 все равно не нужно пока что открыть эту позицию есть еще потенциал роста участники рынка не решились на пробой сопротивления я допустил что скорее всего это было связано все с теми же штатами которые с одной стороны и повесили над рынком угрозу дефицита предложение но с другой стороны ее тут же сняли а комментариями о том что производство нефти странах опека заместить выбывающий иран и тут уж мы конечно немножко порассуждали и пришли к выводу что главный риск для покупателей здесь кроется не в том что добыча нефти останется на тех же уровнях что и было за счет до производства со стороны опек а то что активности по росту производства ближневосточного картерии приведет в конце концов к тому что на рынке возникнет вероятность и сомнения в том что энергетический пакт будет соблюдаться дальше об этом я друзья также говорил сегодня в качестве топлива для потенциально коротких позиций и они ведь у нас тоже остаются фокусе внимания я бы даже сказал поскольку мы а в короткие позиции хотим поместить довольно внушительный объем по сравнению с краткосрочной покупкой то есть долгосрочная оппозиция она а предполагает нахождение в сделке довольно продолжительный период времени как раньше мы сидели покупках сейчас мы готовимся к тому чтобы снова войти продажи есть сигналы друзья эти сигналы связаны с рисками за глобальный экономический рост я очень люблю эту тему потому что она очень прозрачная для того что происходит сырьем если возникают риски глобального кризиса замедления экономики то это сказывается на а спросить на сырье и разумеется на его стоимости кристин лагард всем известная возглавляет мвф вчера в ходе комментариев сделала заявление о том что мировая экономика по-прежнему снижается и сегодня как бы доказать того что она сказала вышли слабые данные по китаю друзья активность производственном секторе в сфере услуг уже просто значение мы сейчас вернемся к этой статистике когда переключимся на австралийца снова напоминаю друзья что две недели назад когда вышел отчет по экономическому росту многие в китае а поверили что раз показатели ввп оказался на уровне 64 процента выше прогноза значит все чудо произошло и китай встает с колен я не позволил себе сделать такой вывод поскольку видел больше рисков и продолжаю видеть а собственно а в том что происходит в экономике а поднебесные то что одним отчетом невозможно закрыть тот негатив который копится у нас месяцами если даже не годами про экономический рост я опять же сейчас не буду уходить в прошлое просто хочу еще раз напомнить вам друзья что каждый раз когда выходят новые отчеты мы как раз в них получаем свой рода глоток воздуха о том оправдана ли наша позиция в данном случае ставя заранее на слабость китая индекс активности производственного сектора и сферы услуг говорит что отправлена поэтому если китайки впоследствии покажет нам более глубокое более серьезное снижение по экономическому росту я думаю что за последние несколько лет друзья вы все в той или иной мере сталкивались с тем как этот риск дисконтируется во всем мировой экономике знаете что ничего хорошего это не сулит для нефти конечно же любая риска замедления мировой экономики это то что провоцирует ее оснижение поэтому для нас пограничный уровень вот а 70 50 70 40 оттуда мы открываем короткие позиции и будем уже наваливаться друзья на возможность еще более глубокого снижения доллар иена 111 50 сразу хочу сказать и говорил уже что доллар в принципе обязательно станет героем этой недели исходя из того что сегодня стартует двухдневное заседание федрезерва завтра будем подводить его итоги в пятницу non-farm пирос в общем есть чем работать и в минувшую пятницу вышли данные по темпам экономического роста если вас интересует вопрос почему же на этом доллар не вырос отсылка сразу на прошлый брифинг посмотрите почему вчера вышли данные по личным доходам по личным расходам снижение еще большей проблемой я думаю очевидны сейчас является низкой активности потребителей расходы на личное потребление базовое значение это одна из важнейших компонентов инфляции спад снижения с 1 7 до 1 6 процента в целом если оценивать месячную динамику то это худшее значение там за последние мне кажется года полтора я бы напрягся на месте федрезерва за то что мы видим такие значения с активностью потребителей то есть низкая активность домохозяйств это тормоз для инфляции инфляция тормоз для жесткой позиции федрезерва и вот вам пожалуйста если все вот это закольцевать получается что действительно мы с вами ждем с тупением заседания федрезерва итоги и пресс-конференции джерома паула но заранее знаем что он скажет он будет говорить снова о рисках для инфляционного давления о том что федрезерва следит за поступающими макроэкономическими данными от этого будет зависеть что будет происходить с пациентными ставками дальше но поскольку сейчас инфляция остается под прессом значит и в ожидательной позиции также сейчас необходимо о экономике с расходами с доходами вроде бы как разобрались друзья также хочу отметить что раз уж мы коснулись инфляции мы в пятницу ждем темпы роста заработных плат и я допускаю что темпы роста могут оказаться еще хуже чем прошлый месяц и еще один фактор давления на инфляцию и еще одна причина почему федрезерву нужно не просто сейчас забыть вообще росте процентных ставок а возможно стоит пораскинуть мозгами а то он может прислушаться к администрации трампа и все-таки снизить процентную ставку как они хотят друзья я думаю что доллар у нас не растет сейчас несмотря на темпы экономического роста по овп которые для многих по-прежнему являются очень сильными но не для меня несмотря на то что несколько точнее вчера белый дом снова охарактеризовал текущую стадию переговоров сша и китая как прогрессирующие то что страна очень близких к соглашению но это тоже не привело к росту американца что-то подсказывает мне что сейчас в этой паре копится силы для того чтобы развить нисходящую динамику от я на нее вас и ориентирую золото 1283 друзья цель 1300 я обычно не форсирую события по золоту но поскольку складывается такое хорошее четкое представление что будет с американской валюты получается что можно делать такой же логический вывод о том что будет с рынком драгметалла в данном случае с золотом евро против доллара 1187 вчера куча статистики это потребительское кредитование индикатор делового климата настроение потребителей в экономике доверие потребителей можете открыть экономический календарь и посмотреть они прям идут в хронологическом порядке один за другим и все в красной зоне сегодня в вб это кульминация всех вот этих релизов я думаю что мы смело можем ставить на то что темпы экономического роста в лучшем случае в лучшем случае останутся такими же как в прошлые периоды но если нам прям совсем как продавцам повезет мы увидим сегодня более слабые цифры это должно повлиять на курс евро по конкретным уровнем друзья я уже не раз говорил ориентируйтесь вчера даже делал ставки на определенные сделки можете еще раз актуализировать в памяти значение на которые я вас ориентировал австралийц против доллара 070 44 здесь тоже ставка на снижение тем более что он несколько назад вышли данные по активности производственном секторе китая 51 с 55 уверяю вас через месяц мы будем говорить уже об уровне ниже 50 это сигнал и индикатор не того что он сектор перешел скажем из фазы роста в стагнацию это будет фактом того что сектор ушел уже в зону спада и активность в сфере услуг также в минусе с 54 8 до 54 и 3 фунт против доллара ничего нового 1 29 43 ожидания цели в районе отметки 1 28 и доллар канадец как я уже сказал друзья 134 60 сегодня мы ждем данные по темпам экономического роста если бы у нас не было такого хорошего наследия фундаментального как заседание канадского регулятора оно прошло на прошлой неделе может быть мы немного часа и начали бы мяться какие данные выйдут и чтобы с этим можно ожидать и в плане действий регулятора дальше но у нас есть уже четкая позиция того что будет делать канадский регулятор на прошлой неделе вы помните мы с нетерпением ждали прогнозы по экономическому росту мы помним как инфляция который является индикатором внутреннего спроса разочаровала всех а трейдеров и стала причиной заранее почему никто не ставил не делал ставку на то что прогнозы могут быть неплохими и в целом ожидания были оправлены потому что прогноз роста на 2019 год был снижен с 1 и 7 друзья до 1 и 2 на 0,5 процента и было названо три причины там производства нефти в альберте об этом говорил уже бизнес оптимизм и низкая розница и кризис ну хотя кризис это громкое слово скажем замедление рынка недвижимости эти проблемы сохраняют свою актуальность и получив сигнал того что темпы экономического роста снижаются канадский регулятор отказался друзья от политики высоких процентных ставок и открыл дорогу для движения пары доллар канадец в район отметки 140 потому что отказавшись от жесткой политики фактически канадский регулятор признал что теперь будет рассматривать возможности снижения процентных ставок и если последующие данные по инфляции по активности потребителей по ввп а будут выходить в соответствии с слабыми ожиданиями то ставка может быть снижена уже в перспективе ближайшего квартала друзья это важное мне кажется заявление не забывайте про это и сегодня как раз у нас темпы экономического роста по ожиданиям по прогнозам с 0 3 мы скорее всего увидим 0,1 процент это хуже разумеется и это должно притопить курса канадцы и также у нас прицепом идет другой катализатор это нефтянка которая сейчас снижается и тоже может оказать соответствующие давления на канадский доллар в общем сегодня следим за данными по ввп еврозоны и канады уже много было сказано про ожидания а теперь смотрим как будут отрабатываться идеи надеюсь друзья что оппозиция по каким-то активам была убедительной остается только пожелать вам хорошей прибыльной торговой сессии увидимся завтра всего доброго до свидания